Вчера в общеобразовательной школе номер 25 состоялась очередная встреча исполняющего обязанности главы администрации Харциска Александра Левченко с жителями микрорайона Металургов. Желающих пообщаться с градоначальником оказалось не так уж много. Тем не менее, плодотворный диалог все-таки состоялся. Не дожидаясь проблемных вопросов от собравшихся, исполняющий обязанности главы администрации Харциска Александр Левченко начал свою встречу сразу с ответов на вопросы, которые сегодня больше всего волнуют горожан. Тема номер один – очистка снега и посыпка внутриквартальных дорог. У нас на два наших коммунальных предприятия, это КПСС и КПС Стимул, 26 вакансий не занято. Это 20 человек в СЭЗе и 6 человек в Стимуле. Поэтому, если, скажем так, придомовая территория вовремя, где-то не почищен снег и не посыпаны дорожки, то я прошу просто понять это. И это связано реально с нехваткой дворников. Мы не скрываем проблемы и прилагаем максимум усилий для их решения. Подчеркнул градоначальник и озвучил одну из проблем, с которой харцизским коммунальщикам приходится особенно усиленно бороться в последнее время. Речь идет о вывозе бытового мусора. К сожалению, из двух наших автомобилей один сейчас в ремонте, вторую неделю в ремонте, поэтому мы фактически город убираем одной машиной. И дополнительно из Угреса приходит еще одна машина. Два раза в неделю. Так что и привлекаем коммунальные предприятия, то есть ту технику, которая не специализированная, но тем не менее мы ее также привлекаем для того, чтобы у нас было нормальное санитарное состояние на наших улицах. В целом работу коммунальных служб города нынешней зимой Александр Левченко оценил как вполне удовлетворительную. Несмотря на то, что нам сейчас тяжело, нам сейчас трудно, многого не хватает, не хватка кадров, не хватка техники, оборудования, материалов, но тем не менее. Тепло в домах, газ в домах, электричество в каждом доме, питьевая вода в каждом доме с утра до вечера и ночью. То есть, понимаете, все сделано для того, чтобы жителям города Харциска было комфортно. Городоначальник рассказал собравшимся педагогам и о вполне оптимистичных планах на предстоящие два квартала. Среди них оказался вопрос, который, безусловно, заинтересовал учителей о ремонте Харцисских школ. Планируем также выделять средства на ремонт нашей социальной сферы. Это школы, детские сады, спортшкола, культура. Насколько это будет возможно, мы все максимально сделаем. Но в прошлом году капитальный ремонт был выполнен на сумму более 4 миллионов рублей по нашим учебным учреждениям. Вот уже больше года подобные встречи жителей города с градоначальником имеют несколько расширенный формат. Помимо общения с мэром можно обратиться с вопросом, например, к начальнику УТСЗН или к сотруднику полиции. Пользуясь предоставленной возможностью, директор 25-й школы попросил стражей порядка усилить патрулирование территории учебного заведения. А группа учителей получила консультацию руководителя городского пенсионного фонда по поводу процедуры обновления учетных данных пенсионеров.